Деловой партнер проекта рекламное агентство утро Об этом наш разговор с сегодняшним гостем. Руководитель Следственного управления Следственного комитета по Пермскому краю Марина Забарова. Здравствуйте, Марина Николаевна. Здравствуйте. Мы с вами встречались ровно год назад и 2014 год был вообще довольно тяжелый для нашей страны. Я имею ввиду прежде всего экономическую сторону. А как прошел год для вашего ведомства? Ну, безусловно, мы тоже не остались в стороне от проблем страны. И прошлый год был характерен тем, что мы активно участие принимали, как в допросе всех потерпевших, когда туристические компании начали банкротиться, были возбуждены уголовные дела нашими коллегами в Москве и в Питере. Ну, среди пострадавших были и тысячи пермяков, поэтому мы активно участие принимали в собирании доказательной базы здесь, в Перми. Они, безусловно, беженцы Украины. Это несколько тысяч допрошенных людей. Мы устанавливали потерпевших, выясняли все обстоятельства их отъезда с родины, искали потерпевших, помогали им готовить материалы для Европейского суда. И, конечно, это тысячи допросов. Это наложило свой отпечаток и на нашу деятельность. А в целом год, в общем-то, я бы сказала, что благополучный для нас. Вот я вернулась к коллеге Следственного комитета. Мы закончились с хорошими результатами, вопросов к нам абсолютно никаких не было. Ну и прежде всего нам удалось сохранить высочайшую раскрываемость, значительно выше среднероссийской, особо тяжких и тяжких преступлений. Ну, это и есть результат нашей работы за прошлый год. Какие дела были для вас лично самыми сложными? Лично для меня, конечно, это убийство трех детей в Кировском районе. Дело в том, что преступление было не раскрыто с первых дней. Мы задерживали подозреваемых, выяснилось, что они не причастны к этому убийству. Практически не было никаких следов, несмотря на качественный осмотр места происшествия. То есть это преступление раскрывалось с огромным трудом. И это вершина профессионализма. То, что нам удалось это сделать, обвиняемый, не только был задержан, арестован, мы сейчас уже направляем уголовное дело в суд. Наверное, это было очень сложно, потому что у нас есть принцип, все преступления в отношении детей в обязательном порядке должны быть раскрыты. И, конечно, была тревога, что если бы нас постигла неудача, мы бы не могли, наверное, себе этого простить. Но здесь вот командно сработали с оперативниками МВД. Я очень рада, что получился. Когда мы с вами говорили год назад, вы назвали Пермский край регионом запредельной жестокости. И, конечно же, подкрепили аргументами и цифрами. Но вот прошел год. Вы сказали, закончили, в общем-то, с неплохими итогами. И означает ли это, что тяжких, особо тяжких преступлений стало меньше вообще? Что говорит статистика? Объективно, да. Но здесь нужно понимать, что мы укладываемся здесь тоже в среднероссийскую статистику. То есть во всей стране объективно идет снижение преступности. В том числе тяжких и особо тяжких. Это цифры, от них никуда не денешься. А с чем вы это связываете? Это качественная работа органов, либо что-то происходит в обществе? Дело в том, что преступность вообще очень мало зависит от качественной работы правоохранительных органов. Хотя, конечно, какая-то доля составляющая в этом есть. Нет, это, в общем-то, состояние социально-экономическое в стране, это гражданское общество и так далее. Вообще, если говорить о преступности, этому надо посвящать всю передачу. Объективно идет снижение. Пик преступности всегда приходится на период, когда мы переживаем тяжелые времена в экономике, политике и так далее. Это все накладывает отпечаток. Поэтому я рада свидетельствовать о том, что и преступления в отношении детей объективно мы зарегистрировали почти на 40% меньше. Это тоже замечательный показатель. Но там есть свои сложности. Но дело в том, что, учитывая, что мы идем в среднероссийском тренде, то мы все равно остаемся в первой пятерке по преступлениям в отношении детей. То есть их все равно очень много. Действительно, и общество больше всего волнует преступления именно в отношении детей. Вот это падение на 40% оно о чем говорит, на ваш взгляд? Оно говорит о том, что заработали механизмы, которые включило государство, озаботившись этой проблемой. Вы знаете, что все последние годы в отношении этой категории преступлений было максимально ужесточено законодательство. Услышаны все требования профессионалов. Тот же самый административный надзор за лицами, освободившимся за сексуальные преступления. Он заработал буквально только год. И все эти механизмы, они наконец-то начинают давать отдачу. Это безусловно. Я не могу говорить о том, что никогда не будет совершаться преступление в отношении детей. Но мы должны хотя бы работать на то, чтобы было максимальное снижение. Мы и на коллегии Следственного комитета вновь и вновь говорили о том, что есть проблема сексуального насилия в отношении детей. Чем характерна Россия в этом плане? Дело в том, что мы практически уже единственная цивилизованная, так сказать, страна, где до сих пор детская порнография в интернете, она в свободном случае. Где вы ждете? Ну да. Принят закон о том, чтобы ввести уголовную ответственность за хранение, даже за хранение детской порнографии. Но дело в том, что 85% трафика по оценкам специалистов интернета – это порнография. То есть это доходы, это бюджет. Поэтому противников этого закона очень много. Он в Госдуме лежит 4 года. А мы говорим о том, что ведь эти преступления, в принципе, они характерны для молодых, очень юных людей и для лиц мужского пола, которые уже находятся в таком серьезном возрасте. То есть вот эти две особые категории, которые чаще всего совершают эти преступления. Потому что у нас чаще всего насилие над ребенком совершается в семье, близким, родственникам или знакомым. Безусловно, конечно, это не только от того, что он там порнографию в интернете досмотрелся. Но ведь откуда-то это явление в нашей жизни появилось в таких масштабах, когда вот ребенок становится… Раньше такого не было. Раньше. Ну, такие преступления, безусловно, были всегда. Но в таких масштабах этого не было никогда. Ну, понятно, что моральная деградация, она тоже приводит к таким результатам. Ну, пока мы можем говорить только о снижении этих преступлений. Но их очень много. Вы и ваши коллеги, силовики, действуете в рамках Уголовного процессуального кодекса, своих каких-то внутренних норм. То есть ни шагу влево-вправо. В этом смысле не совсем понятно, как вы лично могли бы, как люди, воздействовать на эту ситуацию, на снижение преступности. Это вообще возможно? Конечно, возможно. Дело в том, что, понимаете, мы, безусловно, разбираемся в причинах, которые способствуют совершению каждого преступления. У нас есть инструмент, мы можем вносить представление. Но дело в том, что мы, конечно, идем значительно шире. Потому что анализируя ситуацию, видя, какие механизмы могут заработать, могут облегчить эту ситуацию, мы, конечно, инициируем через всех тех, кто имеет право, там, законодательные инициативы, какие-то свои меры. И, надо сказать, нас слышат. Мы, допустим, очень плотно работаем и с Генеральной прокуратурой, и с Государственной думой. Вы знаете, что Александр Иванович, в общем-то, достаточно много законопроектов инициировал, внес. И они были поддержаны. И с депутатами, ну, и с правительством Пермского края. Очень многое ведь делается в рамках инструментов взаимодействия. Изменения всей системы, да? Конечно. Мы вообще очень активно в этом принимаем участие, потому что мы видим проблему, мы знаем, как ее решать. И я очень рада, что он ее слышит. Потому что и Министерство здравоохранения проводит какие-то системные изменения после Пешнегорского, допустим, случая. Это ведь здорово. Ведь важно не только привлечь, да, виновного наказать. Важно сделать так, чтобы больше это не повторилось. И я с удовлетворением отмечаю, что все это работает. Вот, к слову, о взаимодействии с правительством, о котором вы говорили. Я слышал о том, что при губернаторе Пермского края существует некая такая общая площадка для силовиков. Координационное совещание, или как-то так оно называется, да? Этот орган, он вообще рабочий? Он несет какую-то практическую пользу? И вообще работает ли он? Конечно, да. Причем это не только один. То есть есть Координационный совет по охране правопорядка. Есть Координационный совет по защите прав детей и так далее, так далее. То есть инструментов очень много. Площадок для взаимного обмена информации, принятия каких-то идей и так далее, и так далее. Очень много. И они реально помогают. Вот даже при нашем следственном управлении. Мы создали, и вот уже два года действует, консультативный совет по защите прав детей. Мы пригласили вообще всех общественников, которые серьезно занимаются, благотворительные фонды, помощи детям и так далее, и так далее, на нашу площадку. Они слышат наши проблемы, наши выводы, наш анализ. Мы слышим их. И вместе мы, в общем-то, очень много, кстати, замечательных идей уже притворили в жизнь, потому что мы это все обсуждаем, а потом у меня есть возможность это инициировать. И через Следственный комитет на федеральном уровне, и через правительство Пермского края. Это очень полезно. Глава, чтобы это не превращалось в формальность. А вот какие из этих инициатив для вас лично были наиболее важными? Вот сейчас, анализируя причины снижения преступлений в отношении детей, и в то же время мы обратили внимание на следующую проблему. Количество потерпевших детей объективно ниже, а вот количество преступлений в отношении детей выросло. С чем это связано? Это связано с тем, что мы в 2014 году выявили очень много преступлений, когда сексуальное насилие применялось детям на протяжении многих лет. И это все оставалось незамеченным для всего окружения. То есть для мамы, для воспитателя детского сада, для преподавателя школы, для врача и так далее. То есть мы выявили, что у нас есть проблемы раннего выявления, ранней профилактики вот таких преступлений. Мы это обсудили на нашем консультативном совете. И обнаружили, что оказывается на Пермской площадке есть центр, который работает глубоко над этой проблемой. Более того, правительство Пермского края и грант получило. Эта программа вообще по раннему выявлению, по реабилитации детей признана лучше в России. Естественно, что мы ее рассмотрели. Естественно, что у меня есть большие возможности ее продвижения и так далее. Мы сейчас это серьезно обсуждаем с губернатором, с просьбой и о финансировании, и о продвижении этой программы. То есть реальный результат есть. К слову о взаимодействии с общественниками. Я вспоминаю, что вы наградили медалью за содействие Елену Котову, которая занимается вот этими бэби-боксами, да, помогает сохранять жизнь детям, которых матери бросают. Дело правильное даже не обсуждается. Вопрос в другом. Вот на ваш взгляд, на сегодняшний день общественная инициатива, вот эта вот неравнодушие, оно растет, либо наоборот снижается? Даже в рамках вот нашего проекта, нашего консультативного совета, я вижу очень много людей неравнодушных, людей, которые реально помогают детям. И я бы хотела только подчеркнуть, что не я наградила Елену Котову, а председателя Следственного комитета по моим. Из ваших рук, да? И вот та дискуссия, которая там недавно развивалась, да, вокруг этой темы бэби-боксов, мне совершенно остается непонятной. Потому что дело в том, что и даже вы, говоря о Елене Котовой, да, немножко узко понимаете вообще, чем занимается этот человек. Дело в том, что она не только ведь продвигает идею бэби-боксов, и здесь, конечно, респект и уважение, потому что 31 ребенок спасен. Но часто люди не обладают информацией, что несколько детей из помещенных в бэби-бокс были потом возвращены родителям. То есть одумались. То есть Елена проводила работу с близкими родственниками и так далее, и так далее. И они, понимая все происходящее, глубоко раскаиваясь и так далее, забирали этих детей, они возвращены в родные семьи. Но самое главное ведь ее деятельность не в этом. Дело в том, что глубоко видя эту проблему, мы часто с ней и общаемся, и обсуждаем эти все вещи, она ведь сейчас делает еще более благое дело. Она развернула в своем фонде оказание помощи женщинам до бэби-бокса. Ведь почему вообще бэби-бокс в России возник? Потому что женщина оказывается в тяжелейшей какой-то ситуации и видит это единственным выходом. Да, если это единственный выход для нее, ну, слава богу, как говорится, что не убила, сохранила жизнь. И это тоже уже подвиг, в общем-то, да, живой ребенок. Но дело в том, что Елена помогает женщинам, которые не знают, что им делать в этой ситуации. И она не доводит дело до бэби-бокса. И там сотни уже спасенных малышей, мамам которых помогли вовремя. И они оставили детей, потому что им оказали там и моральную, и материальную, какую-то финансовую помощь и так далее. Это вообще великое, это благое дело. Марина Николаевна, еще одна очень важная тема, которой вы занимаетесь, это коррупция. Вернее, борьба с ней. Опять же, по итогам прошлого года, ну и вообще на протяжении там какого-то длительного участка. Расскажите о тенденциях. Стали меньше брать взяток или наоборот, как бы приходится больше на этом фронте заниматься? Я бы не стала выглядеть наивной, да, и давать оценку, меньше или больше. Мы можем говорить только о количестве уголовных дел. Дел уголовных больше. Вообще выявленных преступлений, мы где-то там в первой пятерке в стране. Произошла очень интересная тенденция. Ведь вообще в борьбе с коррупцией важно не свалиться в сторону, условно говоря, дачи-зятской сотруднику ГИБДД. Это вообще тоже профилактика коррупции, она должна быть. Но это самое легкое вообще, что может быть в борьбе с коррупцией. И здесь вот важно... Или шоколадка врачу. Да, да, да. Вот это тоже мое стойкое такое убеждение. Ну, не сваливаться вот в это. Безусловно, расследовать... Вот мы закончили в прошлом году, практически два года мы расследовали вот это Култайское сельское поселение, где 11 человек, 68 земельных участков, несколько десятков миллионов рублей ущерба и так далее, и так далее. Организованы группы. Это расследовать очень сложно. Это тоже нам считается как одно дело, то есть несмотря на то, что там практически 100 эпизодов. Здесь нужно соблюдать пропорции обязательно и не бояться расследовать тяжелые дела и так далее, и не всегда там с понятной перспективой. Дел мы и направили в суд больше, и сумма взяток увеличилась, и много успешных операций, потому что мы очень зависим от коллег и с ФСБ, и ГУВД, безусловно, потому что у нас нет своих оперативных служб, поэтому, в принципе, работаем мы на довальческом материале вместе. Но дело в том, что там были немножко сложности в ГУМВД, вот связанные с реорганизацией и так далее. В том числе мы тоже активно это инициировали, мы потому что видели, что Пермь совершенно провалена в плане борьбы с коррупцией. У нас было одно, два, три преступления больше, нам больше сельские районы давали и так далее. Все поправили к концу года, и сейчас у нас довольно приличное количество дел, о которых просто не все знают в СМИ и так далее, и так далее, чему мы тоже, кстати, и рады, потому что не очень я люблю, когда не успеешь возбудить дело, и уже начинается объединение, уже человек обсуждения и так далее, все уже, журналисты уже ко всем выводам пришли и так далее. А вообще вот вы верите, что на Руси может случиться такое, что почти перестанут брать взятки? Нет, я не верю в это. Другой вопрос, что вообще ментальность наша, видимо, она своеобразная. Мы ведь вот сидим на кухне, там смотрим телевизор и прямо вот диким образом возмущаемся, сколько бриллиантов там из Елии у Васильевой, да? При этом спокойно выходим на улицу и считаем в порядке вещей заплатить деньги сотруднику БПДД, там отнести их к врачу, преподавателю за оценку по курсовой и так далее, и так далее. Ну согласитесь, в общем-то, у нас на бытовом уровне перелома совершенно не произошло. И чиновники наши порой просто удивляют. Потому что, идя во власть, да, занимая государственную должность, ты должен добровольно принять на себя ряд ограничений. Ну, казалось бы, чего тут непонятного, да? Все наши последние возбужденные уголовные дела свидетельствуют о том, что люди, спокойно занимая важную должность, понимая, что они будут находиться под контролем силовиков и так далее, и так далее, там продолжают заниматься предпринимательской деятельностью и так далее, и так далее. Ну вот это просто не устает поражать. Ну почему там чиновник, который только-только начал работать, занимая должность, считает, что кто-то там должен оплачивать роскошную квартиру в центре Перемьи, другие льготы? Непонятно совершенно. Марина Николаевна, я вспоминаю наш прошлый разговор. Вы довольно скептически относились к такому институту, как к суд присяжных. Что-то произошло на этой ниве? Не только, может быть, в вашем отношении, но и в законодательстве. Да, действительно. И я думаю, что это будет иметь свой эффект. Мы много с вами говорили о том, что Следственный комитет выходит с законодательными инициативами на защиту прав детей. С января этого года был принят федеральный закон, который, в общем-то, очень много расставил на местах, прежде всего защитив права детей и в части суда присяжных. Теперь эти дела исключены. Дела о сексуальном насилии в отношении детей не будут рассматриваться судом присяжных. И это абсолютно правильно. Очень много новшеств и в следственной работе. Дело в том, что мы много об этом говорили раньше, что нельзя, расследуя эти уголовные дела, допрашивать бесконечно ребенка, доставлять ему дополнительную моральную травму и так далее. Потому что это ужасно травмирующая ситуация, которая не под силом даже взрослому. Теперь, по новому федеральному закону, который уже действует, ребенка допрашивают один раз в щадящих специальных условиях, так называемая зеленая комната. Обязательно с подготовкой, обязательно с участием квалифицированного психолога. Не так, как раньше там педагога взял из школы и так далее. И под видеозапись. И вот эта видеозапись и является главным и основным источником, доказательством потом для предъявления обвинения. И в суде ребенка не допрашивают. И то, что теперь не будет присяжных, это тоже здорово. Не потому, что я боюсь, что там меня могут понять, что мы радуемся, что мы ушли от судов присяжных. Нет. Но просто можно себе представить. Я знаю, что это такое, когда маленький ребенок, попавший в такую беду, он не то, что там с мамой разговаривать не может, он вообще не может говорить на эту тему. А мы вынуждены его допрашивать. А в суде, вы представляете, 12 посторонних дядей, тетенек, обвиняемых, который причинил боль тебе, да, сидит там за решеткой и так далее, и так далее. Это был такой кошмар для ребенка. Мы всегда профессионально были против этого. Суд, если в чем-то усомниться, у него есть там возможности, то уже и допросы ребенка и так далее, и так далее. Ничего там во вред обвиняемому, у нас уже, знаете, так построен процесс, что у нас во главе и угла всегда обвиняемый стоит защита его прав. Слава Богу, что теперь законодатель повернулся лицом к правам потерпевших. Наша программа выходит в праздничные дни, и я, конечно, не могу не поговорить еще и об этом. Я, конечно, в затруднительном положении. С одной стороны передо мной сидит генерал-лейтенант юстиции, с другой стороны женщина. Налагает ли отпечаток на личную жизнь ваше служебное положение? Конечно. Дело в том, что специфика работы, напряжение, которое ты испытываешь, перегрузки и так далее, и так далее. Тут важно просто удачно создать семью. А приходится в семье кулаком постучать, голос повысить. Если не сумеешь, иногда бывает, что не сумеешь переключиться. Ну, то есть такой интенсивности там был день, да, что вообще, в принципе, есть правила. Все, вот пришел домой, все, там, о работе ни слова, о проблемах ни слова и так далее, и так далее. То есть начинается как бы вторая жизнь. Иногда бывает, я же человек, не могу. Ну, дело в том, что здесь у нас все хорошо, все правильно. Муж тоже полковник, и, в общем-то, он имеет возможность вовремя мне намекнуть. А когда вы встречаетесь с коллегами, ну, например, на больших совещаниях в Москве, много женщин на таких должностях, как ваша по России? Всего нас сейчас трое. Это Тульская область и Западно-Восточное транспортное управление. Все. Вы там не отходите в сторонку? Нет, конечно, мы дружим. Дружим, ну, это понятно. Как вы относитесь к выражению женская логика? Вообще оно существует, по-вашему? Конечно. А в вашем случае помогает женская логика или нет? Безусловно. Безусловно. Например? Быть женщиной-руководителем вообще очень приятно. И, мне кажется, поэтому и добиваешься большего, потому что ты женщина. Ну, потому что все равно к женщине относятся как-то более терпимо, многое себе уже не могут позволить. А вообще не надо посмотреть на лица моих замов, которые приходят с очередной идеей. Я говорю, нет, будет все не так, потому что будет вот так. И они так и уходят, задумавшись. Ну, потом, в принципе, есть женская логика, и она помогает статье в работе. Спасибо вам большое за интересную, как всегда, откровенную беседу. И приходите к нам еще. Спасибо. С вами была Марина Забарова, руководитель Следственного управления Следственного комитета по Пермскому краю. И я, Валерий Мазанов. Это Лобби Холл. Смотрите нас на телеканале Ветта. Будет интересно. Субтитры подогнал «Симон»